Всем привет, это Татьяна Чувильчикова, я психолог и психотерапевт. У меня сегодня такой внеочередной ролик, он как бы про отношения, но он не про вот эту серию роликов, которые у меня сейчас выходят. Это отдельный ролик про очень серьезную, сложную и опасную тему. Мы сегодня будем говорить с вами про бред ревности, про навязчивые идеи ревности и тому подобные явления, которые часто встречаются в отношениях и часто приводят в том числе к очень печальным последствиям, в том числе, например, к гибели женщины. То есть это явление, которое в последнее время, особенно в новостной повестке, набирает как будто бы активность, и таких случаев становится больше, поэтому я решила поднять эту тему и в очередной раз, наверное, потому что много кто про это говорит и много кто это обозревает. Но вот я решила со своей стороны тоже внести свой вклад и поговорить все-таки о том, что же такое происходит в случае бреда ревности, в случае такой навязчивой ревности, и каким образом мы можем поступать, когда мы встречаемся с подобным явлением. Если вам интересен будет этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а также приходите в телеграм-канал и на Бусти. Все данные по этим каналам вы найдете в описании под каждым роликом. И давайте обсудим эту очень непростую тему. Если мы обратимся к статистике фемицида, то есть убийств женщин, то окажется, что приличная доля убийств женщин происходит на почве ревности. То есть это явление как будто бы такое потенциально опасное. При этом в обществе как будто бы до сих пор считается, что ревность это не просто какое-то обычное проявление, не что-то такое банальное и вообще необходимая часть отношений как будто бы для многих, но и это даже положительное явление. Это как будто бы признак большой любви для многих. То есть получается, что это опасный такой достаточно симптом, да, сильная ревность с одной стороны, и с другой стороны мало кто считает это действительно опасным. Вот это удивительно. И вы знаете, что большое количество сейчас вот таких историй в новостях, большое количество таких кейсов обсуждается на YouTube-каналах у разных блогеров, много разных историй про то, как мужчины убивают женщин из ревности, и при этом эти женщины никаким образом не могут найти помощь, потому что вот эта навязчивая ревность как будто бы не считается чем-то ненормальным, к сожалению. При этом здоровая ревность и патологическая ревность – это очень тонкая грань, и мало кто эту грань понимает на самом деле. И давайте вот попробуем сначала про это поговорить. Все же таки, где грань? Во-первых, я хочу отделить как бы два вида вот этого проявления. Первое – это именно бред ревности, то есть это такая форма психоза. Это уже где-то заболевание там в районе ближе в сторону шизофрении. А второй вариант у нас – это сверхценная идея ревности. И это как будто бы еще такой пока пограничный спектр, не всегда это будет тяжелая психиатрия. Но и в том, и в другом случае мы можем говорить о том, что человек вот с такой симптоматикой будет опасен для своих близких, будет причинять им как минимум эмоциональный вред, эмоциональное насилие, и часто и то, и другое явление может переходить в итоге и в физическое насилие. Для начала попробуем вспомнить, каким образом отделяется вообще психическая патология от нормы. То есть у нас уровень психического и психологического здоровья диагностируется в том числе по одному из таких параметров, как уровень тестирования реальности. То есть это означает, насколько человек отделяет свою внутреннюю психическую реальность, то есть свои фантазии в том числе, от внешней реальности. И тогда получается, что патология начинается тогда, когда внутренняя реальность начинает частично или полностью затапливать внешнюю. В этом смысле мы можем говорить, что здоровая ревность, она появляется тогда, когда есть реальный объект, к которому можно ревновать. Это, во-первых, то есть какой-то реальный человек, который как будто бы является соперником в отношениях с конкретной женщиной. Понятно, что патологической ревностью страдают и женщины тоже, но патологическая женская ревность встречается реже, и, конечно, гораздо реже она приводит к убийствам, к физическому насилию и так далее. Гораздо реже. Поэтому я буду приводить примеры на мужчинах, на мужской ревности, и, в принципе, дальше вы можете экстраполировать это все и на женщин. Я имею в виду вот эти признаки, какие-то симптомы, вот эту всю логику и так далее. Итак, если у нас появляется реальный человек, который реально существует, женщина с ним реально общается, и при этом у нас есть такие заметные как будто бы изменения в отношениях с мужчиной, с тем, с которым она в отношениях, то есть у нее снижается интерес, как-то ухудшаются отношения, не знаю, там пропадает интимная жизнь, еще что-то, и при этом усиливается интерес, влечение, общение и так далее в другую сторону, да, в сторону другого человека. То есть получается, что то, что было в первичных отношениях, начинает переходить в отношения с кем-то другим. Вот это то место, где может проявляться здоровая ревность, когда человек реально замечает, что вот у него какой-то отношенческий ресурс как будто бы утекает, и утекает он к другому человеку. Вот здесь можно как-то обсуждать эту самую здоровую ревность. При этом есть еще один важный момент, что при здоровой ревности агрессия направляется равномерно как на партнера или партнершу, так и на конкурента или конкурентку. То есть злость одинаковая, да, мы злимся на партнера за то, что он, ну, как будто бы не решает проблемы там внутри пары, да, не пытается с нами как-то там все это улучшить, а он ищет на стороне, собственно, то, что он типа как-то не получает, и при этом он еще и обманывает. Мы злимся за это, мы злимся за то, что мы теряем как будто бы то, что мы получали раньше, и мы, естественно, злимся на конкурента за то, что он, ну, как будто бы, да, такой, тот, кто отбирает это у нас, да, тот, кому достается вот то, что у нас отобрали, то, что как будто бы мы по праву должны получать, да, то есть вот это такая история. При этом человек в случае здоровой ревности, он способен, ну, как-то адекватно собой управлять, он способен разговаривать, он способен, ну, например, признать, допустим, что отношения исчерпаны, например, и так далее. То есть в этом, ну, как бы вроде бы все понятно. Если мы говорим о патологической ревности, то мы начинаем с того, что утрачивается тестирование реальности. То есть патологическая ревность в тех или иных формах прежде всего имеет под собой отсутствие реального вот этого человека, соперника конкретного, да, то есть мы его не знаем, мы, ну, как будто бы фантазируем исключительно, да, и эти фантазии в зависимости от степени патологии, да, вот этой самой ревности, они могут быть как очень абстрактными, а так и в случае усиления патологии они становятся такими уже достаточно конкретными, да, то есть если это бред ревности, то там уже какие-то конкретные фантазии про каких-то конкретных людей начинаются. То есть мы понимаем, что если в отношениях все хорошо, если у нас внутри пары, ну, как будто бы ничего такого проблемного не происходит, и если при этом люди живут как совместной жизнью, так и у каждого есть своя собственная личная жизнь, да, при этом, то есть там, допустим, свои друзья, свои какие-то увлечения, свои какие-то дела, там, не знаю, все что угодно, свое какое-то прошлое в том числе, и при этом никаких ревностей у людей не возникает. Вот это, ну, такое нормальное здоровое состояние. Значит, давайте теперь перейдем к такому формату, как сверхценная идея ревности. То есть это как будто бы такой более, ну, сравнительно с бредом ревности, более здоровый вариант, то есть здесь как будто бы степень патологии меньше, да. Вот как выглядит сверхценная идея ревности. Самый такой встречающийся, ну, банальный, да, вариант – это у нас ревность к прошлому, например. То есть это такие навязчивые фантазии про то, сколько у кого было предыдущих партнеров, а какие они, а что там было, а вдруг человек захочет к этим бывшим вернуться, а вдруг человек захочет с ними общаться. Такая, знаете, интересная форма про то, чтобы этих партнеров не было вообще. То есть тут как раз это больше свойственно мужчинам, да, то есть есть мужчины, у которых вот этот сверхценный, да, сверхценная идея ревности проявляется в навязчивой идее отсутствия предыдущих партнеров у женщины. Есть, конечно, ситуации, когда вот эта идея обусловлена какими-то культуральными особенностями, да, или религиозными особенностями. Но тут мы говорим о патологии тогда, да, когда в культуре это отсутствует, да. То есть никто не требует, ну, допустим, человек не религиозен. Или, например, человек, ну, как будто бы вписывает, да, вот эту сверхценную идею под свою религию. При этом он, допустим, какие-то другие религиозные правила свои не соблюдает, но требует соблюдения вот именно этого правила, например. Или он не соблюдает какие-то свои традиции, но вот насчет этой традиции он очень сосредоточен. То есть мы тогда можем говорить о том, что это тоже сверхценная идея ревности. Вот чтобы не было никаких бывших, или чтобы эти бывшие, ну, собственно, там, я не знаю, для успокоения якобы, да, женщина должна про этих бывших рассказывать, какие они были ужасные, как они не идут ни в какое сравнение с теперешним мужчиной, например, и так далее. И это на короткое время на самом деле успокаивает, но на очень короткое время. Потом эти идеи возобновляются, то есть все равно человека начинают мучить вот эти вот всякие фантазии про то, что он там не первый, он начинает там себя как-то сравнивать и так далее, и так далее, да. Мы должны говорить о том, что это не норма, это не нормально, так не должно быть. Это первый вариант, то есть это про прошлое. И, естественно, есть вариант вот такого вот сверхценной идеи, такой про настоящее. То есть это про постоянные фантазии о том, как человеку могут изменить в будущем. то есть это, допустим, установление каких-то неадекватных запретов. Это разговоры о том, что не должно быть друзей противоположного пола. Это разговор о том, что не должно быть никакого общения с бывшими. Это про контроль какой-то. Вот туда не ходи, сюда не ходи, так не одевайся, там, и так далее, и так далее, да. То есть когда человек начинает партнёрше или партнёру выставлять какие-то правила непонятные, да, для того, чтобы всячески предупредить возможное появление конкурента. И человек делает всё так, как будто бы его партнёрша, например, да, она как будто бы очень этого хочет, да, и тогда нужно всячески, ну, как будто бы устранить все для этого возможности. То есть женщина представляется такой, ну, как бы, либо неуправляемой совсем, либо такой достаточно, я не знаю, там, распущенной, там, или ещё какой-то, или глупой, бестолковой и так далее, да. То есть вот такие фантазии могут быть. Ещё один вариант – это когда, ну, например, какой-то появляется третий человек, с которым происходит какое-то общение, при этом внутри отношений ничего не меняется, то есть всё хорошо, никто не перетягивает на себя внимание, там, я не знаю, ничего не становится хуже, но на этого человека уже проецируется идея ревности. То есть уже и общаться ни с кем нельзя, там, да, и посмотреть ни на кого нельзя, похвалить никого нельзя и так далее, да. То есть вот такая навязчивость, навязчивость про то, что обязательно внимание партнёрши будет утрачено, и любовь партнёрши будет утрачена, как только появится кто-то другой, потому что этот другой обязательно будет лучше, да. То есть здесь такой нарциссический есть компонент. Собственно, вот так выглядит вот эта сверхценная идея ревности. И это, конечно, и слежки, и запреты, и контроль какой-то, и тревога какая-то постоянная, и постоянные какие-то действия, которые как будто бы направлены на то, чтобы избежать, там, не знаю, возможного ухудшения отношений или разрыва отношений, и какие-то разговоры постоянные об этом, какие-то расспросы, мы везде ходим вместе, там, мы всё делаем вместе. То есть человек начинает практически душить собой, обслуживая вот эту свою такую сверхценную идею, обслуживая вот этот ужас. То есть это в любом случае является навязчивостью, да, такой психической навязчивостью. Это не является нормой тоже, да, и мы должны это понимать, потому что часто человек ревнующий начинает перекладывать ответственность на партнёршу, да, или на партнёра. То есть что это ты виновата, это ты там должна как-то нормально себя вести, это ты меня провоцируешь, или там ты других мужиков провоцируешь и так далее, да. И тогда человеку очень легко как будто бы в это поверить и вот эту ответственность на себя взять. А по факту, получается, что вся ответственность за происходящее, она лежит на том человеке, кто вот эту сверхценную идею ревности генерирует. Это исключительно его ответственность, это его фантазии, это его страхи, его тревоги, и по факту в отношениях никто не должен их обслуживать, да. То есть отвечает за этот процесс исключительно тот, кто его генерирует. Соответственно, вот такой вариант у нас присутствует, и чем это отличается от бреда ревности, да, то есть когда это уже перерастает в бред. В бред это перерастает, когда, ну как будто бы, тестирование реальности ухудшается ещё больше, и там появляется вот в этой сверхценной идее появляется уже какая-то конкретика. Например, появляется какой-то несуществующий соперник, которого по факту нет, но человек верит, что он есть, да, он может его даже себе толком не представлять, он может даже, ну как будто бы, не формировать какой-то целостный образ, процесс, но у него этот мнимый как будто бы, да, там любовник, соперник, он уже существует, то есть человек живёт так, как будто бы он уже существует. Либо туда подмешиваются, знаете, ещё какие-то дополнительные идеи про то, что женщины изменяют, не знаю, с каким-нибудь, ну там, не знаю, с какой-нибудь полицией, с какими-нибудь бандитами, то есть туда обычно подмешивается какая-то очень властная фигура, какая-то опасная, да, вот таким образом, то есть появляется именно этот конкретный человек, которого на самом деле не существует. Также в случае бреда ревности мы можем наблюдать картину, когда личность партнёра, она подменяется какой-то другой личностью, то есть возникают несуществующие фантазии, как будто бы несуществующий образ вот того человека, с которым, вот этот тот, кто в бреду, да, с которым он находится в отношениях. То есть, например, женщина представляется какой-то, я не знаю, там, какой-то развратной, какой-то способной на самые вообще страшные какие-то вещи сексуального характера, какой-то способной, я не знаю, там, там, совратить ребёнка, например, или заниматься сексом, там, со всеми подряд, или она какая-то, не знаю, там, скрытая проститутка, или ещё что-нибудь, или ещё что-нибудь, какая-нибудь извращенка. Ну, короче говоря, вот какие-то такие фантазии, для которых в реальности нет никакого ни повода, ни объективных причин, ни фактов, ничего вообще. Да, женщине, если это в случае бреда у мужчины, да, женщине начинают приписываться какие-то черты несуществующие, какие-то мысли несуществующие, какие-то фантазии, которых там нету на самом деле, да. И никакие разговоры здесь не помогают, никакие объяснения тоже не помогают, никакие предъявления доказательств тоже не помогают ни в этом случае, ни в предыдущем. Бесполезно вообще что-либо говорить, потому что это, ну, там происходит только какое-то краткосрочное успокоение, причём вот это интересно, что у таких людей, у мужчин чаще всего, опять-таки, да, вот это краткосрочное успокоение возникает именно в том случае, если женщина начинает его активно хвалить, говорить, какой он прекрасный, чудесный, замечательный, лучше него никого вообще в этом мире нет, и всё такое прочее, да. Либо ещё немножко их успокаивает, когда женщина начинает там каяться, оправдываться, виноватиться и так далее. То есть в этом, во всём процессе всегда присутствует такой садистический компонент, когда нужно как будто бы заставить партнёра или партнёршу страдать, мучиться, виноватиться, оправдываться и так далее, да, то есть какое-то происходит удовольствие от причинения другому вот этих вот страданий. И, соответственно, вот получается у нас такой, да, вот такие два варианта, то есть сверхценная идея ревности, либо бред ревности, и между ними, ну, такой как бы, да, достаточно широкий промежуток, да, такое происходит, то есть там не то чтобы резко перетекает всё одно в другое, а постепенно. При этом мы должны сказать о том, что сверхценная идея ревности далеко не всегда перетекает именно в бред ревности, да, не всегда этот бред возникает вследствие. Чаще всего, кстати, вот если у человека психотическая структура, то у него бред ревности, вот именно в форме бреда возникает, ну, так резко, неожиданно, как будто бы после того, как человек что-то увидел, что-то услышал, ну, короче, есть какой-то триггер, да. А вот сверхценная идея ревности, она чаще всего появляется, ну, в таком достаточно раннем возрасте, то есть там где-то в районе 20-25 лет, и потом просто это явление усиливается, усиливается с опытом отношений, там перетекает из одних отношений в другие, опять-таки человек, если, не дай бог, например, пережил реальную измену, это только подтверждает его, вот эту сверхценную идею, да, и тогда она усиливается, и на следующего партнера, партнершу, да, перекладывается, то есть там это все вот так вот постепенно растет. А бред ревности, он часто возникает вот так вот резко, неожиданно, ну, как будто бы не из чего, хотя на самом деле там, если разбираться, там все будет очень понятно, из чего это все взялось, да, то есть откуда вот этот триггер взялся. И если мы попробуем здесь поразмышлять, поразмышлять о том, что же происходит вообще в психике человека, почему вот такое явление имеет место быть. На самом деле тут огромная масса причин, то есть за вот этой ревностью, за патологической ревностью могут стоять абсолютно разные процессы. От примитивного нарушения привязанности, да, когда человек, например, не может опираться на привязанность к другому, да, то есть эмоциональная зависимость такая, он не может верить вот в эту связь, он не может на нее опираться, ему постоянно нужны какие-то подтверждения этой связи, и дальше, как только, например, ну, не знаю, какое-то малейшее охлаждение в отношениях или какое-то малейшее увеличение дистанции, или у человека появляется что-то свое, кроме отношений, это тут же представляет собой угрозу, да, и тогда начинается вот эта вот как раз сверхценная идея ревности, она может начать расти. Есть еще такие варианты, да, например, если мы берем вот эту ревность к прошлому, особенно у мужчин, потому что женщины крайне редко интересуются интимной жизнью мужчины до, и крайне редко интересуются подробностями. У мужчин это встречается чаще, и здесь может быть масса совершенно вариантов, по какой причине это происходит. Как то, например, таким образом, да, особенно если это такие навязчивые фантазии женщины про секс с этими предыдущими мужчинами, это может быть как такой эдипальный конфликт, например, да, то есть конкуренция с отцом за мать. Также это может быть в более таких тяжелых патологических случаях, да, это могут быть вот эти навязчивые фантазии младенца, да, маленького совершенно ребенка о так называемой, да, то, что в психоанализе называется первосцена, да, то есть сцена того, как его зачали, и в этой сцене, ну, как будто бы отец отбирает у него мать, да, которая всецело принадлежит ему, а оказывается, что между ними там что-то есть, какая-то такая тайна, в которой он не допущен, да, и тогда это порождает кучу такой ярости очень сильной. Либо это может быть латентная, вытесненная гомосексуальность этого мужчины, да, в этом случае тоже как будто бы могут возникать такие навязчивые фантазии о том, как его женщина занимается сексом с кем-то еще, да, то есть он через женщину как будто бы, да, пытается присоединиться к другому мужчине на самом деле, да, вот такие варианты тоже есть. Соответственно, если мы говорим про бред, да, то есть получается, что как будто бы сверхценная идея ревности, она, с одной стороны, про ужас, вот этот ужас с потерей отношений, она про неспособность опираться на связь в этих отношениях, и еще часто это история про восприятие другого все-таки, да, не как целостного человека, да, не как целостную личность человек воспринимает, а как объект, как объект, как свою собственность. И вот здесь мы уже сдвигаемся как будто бы в сторону вот такой большей патологии, потому что когда человек, да, ну, например, мужчина в данном случае воспринимает женщину как вещь, как объект, как собственность, да, то его будет повергать в ярость, в принципе, наличие свободной воли у этой женщины, наличие каких-то желаний, направленных не на него в данном случае, и это тоже будет вызывать ярость. То есть мы тут уже вот как раз сдвигаемся в сторону там простого нарушения привязанности, то есть от простого нарушения привязанности к такому уже нарушению восприятия другого человека, да, то есть такой к низкой пограничной организации. То есть как это так, вот эта моя вещь обладает этой самой собственной волей, да, и это будет вызывать очень сильный гнев, желание контролировать, желание уничтожить эту самую свободную волю максимально, чтобы вернуть себе ощущение безопасности, собственности и надежности. В случае бреда ревности мы можем говорить о том, что это такая паранояльная форма бреда. То есть у нас есть разные формы. У нас есть бред величия, у нас есть бред там всемогущества какого-то, у нас есть бред влияния, например, и вот у нас есть бред паранояльный, который имеет там разный всякий спектр. То есть паранояльные формы могут быть очень разнообразными, но самое главное в них – это наличие внешней угрозы. И вот бред ревности, он прекрасно укладывается в угрозу такую. То есть там всегда есть какие-то враждебные фигуры. И вот либо этими враждебными фигурами являются те, будем так говорить, конкуренты, которые у женщины, конечно, обязательно есть, либо этой враждебной фигурой становится сама женщина. То есть вот такой симптом, который свойственен как раз вот этой шизоидно-параноидной стадии, когда у нас все кругом враги, а я, значит, хороший, и я при этом еще и всемогущий. Но мне обязательно все угрожают, мне со всеми надо справиться. И в этом случае, смотрите, получается, что человек будет, во-первых, использовать как в случае психотической, так и в случае низкой пограничной организации, он будет использовать очень примитивное проецирование. В частности, если, например, враждебной становится женщина, то именно в женщину будут проецироваться все собственные вытесняемые, точнее, отрицаемые, там вытеснение не работает, собственные неприемлемые для самого себя импульсы. Или эти импульсы будут проецироваться в тех мужчин, которые там фантазируются вокруг этой женщины собственной, и с которыми она, конечно, непременно хочет изменить вот этому автору бреда. То есть, допустим, когда мужчина говорит, что вот не надевай вот такую юбку, потому что все мужики будут на тебя пялиться, это тоже такая примитивная проекция, она может быть еще не из позиции бреда, но это уже такое примитивное проецирование, потому что он на самом деле проецирует собственные импульсы вот в этих самых всех вокруг мужиков. И, соответственно, вот все, что очень примитивно присваивается другому, чаще всего имеет собственное содержание. И мы все знаем такую классическую историю про то, что самые большие такие паранояльные ревнивцы – это люди, которые сами же и изменяют. И это иногда так, иногда нет. Но действительно, если человек сам, допустим, хочет изменять, или он это уже делает, то получается, что он либо вот так примитивно проецирует, либо он хочет облегчить таким образом свое чувство вины, что вот он не один такой, а со мной тоже так вот обращаются, то есть мне тоже это грозит. Или он фантазирует о том, что ну все такие, например, вот это тоже такая генерализация как будто бы. Соответственно, вот такие варианты могут быть. Но в любом случае, если мы говорим про бред, мы говорим про то, что должна появляться какая-то вот эта конкретика, конкретная продукция, которая такая очень четкая, ясная. Не просто все мужики какие-то, которые должны там пялиться, например, а это должен быть какой-то конкретный фантазируемый мужик, которого просто надо найти, найти там и что-то с ним сделать, например, или женщину наказать. То есть мужчина этот, например, он не интересует вообще, он никакого не вызывает желания что-то с ним сделать такое, а наказывать надо женщину, что чаще, кстати, происходит. И в итоге это может приводить вот такая форма, когда это либо такая тяжелая, вот эта сверхценная идея, прям тяжелая, нерегулируемая, либо когда это именно бред, это в итоге может приводить и к эмоциональному насилию, и к физическому насилию, и к убийству в итоге. И теперь давайте подумаем про то, как же на это реагирует тот партнер, который рядом вот с этим явлением, так сказать, находится. Поначалу люди, особенно с травматическим опытом, в частности, и с плохими личными границами, с плохим чувством опасности, то есть когда они ее не распознают, они склонны расценивать вот эту сверхценную идею ревности, такую патологическую ревность, как признак такой большой любви. То есть как будто бы человек боится меня потерять, как будто бы человек меня бережет, как будто бы я тогда становлюсь очень важной. Но вы становитесь важной именно как вещь, как объект, или как мать для младенца. А у нас нет ничего более аморального и обладающего такой архаической сильнейшей яростью. Ничего больше не существует сильнее, чем младенец в этом смысле. То есть младенец – это очень опасное существо. Нас спасает только то, что он не обладает ни силой, ни физическими возможностями, условно говоря. Только поэтому мы все живы. К сожалению, к счастью, уж не знаю. Но мы вот такие, мы так устроены. Поэтому это на самом деле крайне небезопасно, находиться вот в таком положении и вот в таких отношениях. И вот поначалу это как будто бы нравится. Потом это начинает утомлять. И женщина начинает сопротивляться. Она начинает какие-то придумывать объяснения. Она начинает как-то под это дело подстраиваться. Она начинает как-то вот там выкручиваться так, чтобы задобрить ревнивца. Она начинает, ну там, я не знаю, позволять человеку собирать доказательства и там все проверять и так далее, и так далее. Но это не помогает. Это не помогает по одной простой причине, потому что тогда вы начинаете внутри вот этой игры находиться. Вы как будто бы подтверждаете человеку, что его поведение нормально, что с ним все в порядке. То есть если он просит, не знаю, чтобы вы отзванивались каждый раз, когда вы куда-то вышли, или включали видео каждый раз, когда он вам позвонил, если вы начинаете в это играть, это значит, что вы тоже воспринимаете это как норму. Соответственно, человек убеждается, что с ним все в порядке, раз вы на это дело ведетесь. А дальше все это становится все хуже, хуже, страшнее и страшнее. И в этом в итоге находиться становится уже невыносимо. Про любых попытках уйти вы в итоге получаете либо угрозы суицидом, либо угрозы убийства, там физического насилия и что-то там еще, либо там преследование и так далее, и так далее. И начинаете размышлять, как же мы попали вот в такую задницу. А все было очевидно с самого начала, потому что с самого начала вы думали, что это такая любовь. Так вот, единственное, как можно с этим обходиться, это говорить человеку, что ты знаешь, как бы это неадекватно, ты ведешь себя ненормально, и тебе нужна помощь. И что вот такие вещи вообще нужно лечить. Соответственно, когда вы даете такую обратную связь, вы даете понять, что вам такой формат не подходит, что вы в эту игру играть не будете, что вы ее как норму не воспринимаете. И дальше человек имеет выбор. Выбор зависит от степени его, ну как бы сохранности, его здоровой психической части. Потому что есть люди, у которых существует критика вот к этому своему состоянию, и они могут обращаться за помощью с этими самыми навязчивостями. И в частности, в зависимости там от степени тяжести, может применяться либо только психотерапия, либо медикаментозное лечение, которое в этом случае, кстати, вполне себе снижает вот эту всю патологическую симптоматику. На самом деле, вот вред ревности медикаментозно очень хорошо корректируется в том случае, если человек обращается к психиатру, чтобы вы понимали. Мы при этом должны иметь в виду, что достаточно много случаев, когда у человека, который страдает вот такой патологической ревностью, у него сохраняется критика к своему состоянию, и он готов обращаться за помощью в данном случае. И вот если он обращается за помощью, то тут как бы, ну, есть варианты, да. При этом женщина должна помнить, что она должна каждый раз давать обратную связь и не включаться вот в эти игрушки. Если же человек не критичен к своему состоянию, если он не понимает, что он не в порядке, что он ненормально себя ведет, ненормально думает, ненормально чувствует, то в этом случае единственный вариант, который сохранит вам здоровье психическое и физическое, это немедленное прекращение таких отношений. То есть внутри отношений вылечить такую патологию невозможно. Никаким образом, потому что это то, что должны лечить специалисты, психотерапевты и психиатры. Соответственно, есть еще одна особенность такая, ну, она чисто статистическая, что патологической ревностью часто страдают мужчины, которые при этом имеют в анамнезе еще дополнительно наркотическую или алкогольную зависимость, которая усугубляет эти проявления, которая усиливает их, особенно в состоянии нетрезвом. Эти люди становятся очень опасны вообще для жизни и здоровья. То есть часто вот одно сочетается с другим. Это тоже важно иметь в виду. Поэтому если у человека есть и патологическая ревность, и химическая зависимость, не, ну, как бы бесполезно лечить одно без другого. То есть нужно лечить и зависимость, и патологическую ревность. Иначе это все вернется, вы получите откат, как бы все вернется обратно. Вот, собственно, такие моменты нужно учитывать. Наверное, это все по данной теме, что я могу вот так вот по-быстрому сказать. Если что-то вас интересует более конкретно, вы можете написать свои вопросы в комментариях. Я могу сделать какие-то шорцы, например, с ответами на эти вопросы. Только единственное, пишите, пожалуйста, какой-то такой вопрос, на который можно ответить в минутном ролике. Мне кажется, это будет интересно. Или делитесь какими-то своими ситуациями. Может быть, кому-то помогла психотерапия в подобных проявлениях, да, или психиатр помог, например. Пишите, в общем, будет очень интересно. И мне кажется, что это такая тема, к которой мы еще не раз вернемся на моем канале. Но пока я ее только начала вот таким вот небольшим вводным роликом. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И будем встречаться с вами в следующих видео. Всего вам хорошего!